Тестовый заезд по харьковским окрестностям Автопам 3 категории Всем привет! Новая вылазка. К нам приехал Вячеслав. Вы помните его по каналу ВСК ДП. Приехал к нам в Харьков на машине и я как раз как пассажир присоединился к такой вот харьковской вылазке. 20 километров, я так понимаю, ехать, например. Едем вначале в Мерчик. В 13.07, по-моему, в Люботине он проезжает. В Харьков, ну что, где-то нам надо быть в 13.30 гарантирует. По Харькову я могу тебе сказать, я здесь особо таких вот заездов далеких не делал. Впереди планирую пройтись по ветке Харьков-Балашовский и Лосева, то есть там промзона, там есть за заборами стоящие ДГК. До одного можно добраться, ну то есть там снять его как-то хотя бы, а один находится прям за забором, его с квадрокоптера снимали. А так может быть что-то интересное по пути попадется. Там, конечно, не такой особо сильный движ. Нет, ну Харьков в плане движения, конечно, поинтереснее, потому что тут такие ТЭПки, С-16, R-1. Не, R-2 тут, R-1 только на Приднепрусском. Ну, по крайней мере, здесь был бы ажиотаж, если бы, наверное, R-1 заехал, или сюда бы его пригнали, не знаю, да может. Конечно, наша вылазка стала в пробку. Ремонт дороги, субботники. И все. Ага. В декабре выставка проходила. Она, как обычно, спонтанно проходит здесь. Я, что мне предупреждают? Ну, показали там 82-й, 80-й. Показали, это называется показут? Ну, да, начальник прошелся, посмотрел. Главное, что они хоть показывают и разрешают таким, как мы, которые, типа, сторонние, пришли на станцию. Вы кто такие? Идите нахер. Не выгоняют. Поездить? Или не поездить? Не, поездить это надо, не знаю, хорошо понапрашиваться. Просто в кабину зайти, то без проблем. Что надо с запасом брать время, а на обратный путь, вдруг, что-то перекрыто. Переорвут. Да там, кстати, тоже сейчас на въезде увидишь. У меня же там и стоял, слушайте. И тут ремонт. Ого, какие-то пломбовые выходы, я не знаю, честно. Ну, как же мы едем. А, 3 километра. Я же запрограммировал до этого самого, аж до моста, до того. Слушай, а тут же совсем это правильно я поставил. Это не знаю, а нам надо в город, за магазинами. Мы сразу на месте едем. Или давай, короче, это самое. У меня чаек, в принципе, из воду я взял. Нет, термос у меня там где-то есть. Да не термос, а если чайник, или чайник. Такое побрести. Потому что на дороге явно похуже у вас. Это же существенно. Я вспоминаю Николаевские дороги, то там вообще капец. Ну, там начали ремонтировать уже. Например, если ты едешь в сторону Нового Буга, то выезжая из Николаева, там полный трэш. Доезжая до Баштанки, там, по-моему, Баштанка. И доезжи, там сделали все. Там уже, я же говорю, там доезжая уже дальше, там есть уже кусок, который уже сделали, и именно прям прекрасно. Но именно подъезд к самому Николаеву, я не знаю, почему на то время, позапрошлым, нет, в прошлом, по-моему, еще году ездил, то там еще ужасная дорога. Даже когда товарищ ездил, по-моему, до пациентного года, от Кривого Рога. Бас, по-моему, часа. Ну, там был реверс один, где еще ремонт был. А так, ну, до Кривого Рога у нас сделали, в принципе, трассу. Ну, там реверсы еще по-моему остались, такие небольшие. Ну, то, что уже сделали. Я же в конце декабря ездил. Ну, а, на Белитополе ездил. Все сделано, абсолютно просто новая дорога. Ну, 25 километров от одного Багдана, китого Белитополя, по-моему. Ну, уже, ну, неужели, как-то едем 40 минут, мы уже 30 едем. И никак все не доедем. И сейчас до 20 километров. Ну, она напрямую больше. Это постоянно записано. Там же остановка, по идее, включится. А, ну, электричка, вы точно дольше едете. А именно если поезд напрямую. Ну, да. Там точно не 40 минут, если электричка. Тут уже самые умеицы, да? Не боятся. У нас троих с льдины недавно сняли. Ну, это вот не надо. Короче, сейчас, ты знаешь, мы сейчас перескочим мост, который вот эту на дизельку идет. По большому счету уже надо на дизельку ехать с такими скоростями. Ну, в принципе, да. Едем сразу в Мерчерчик. Едем сразу в Мерчик. Да. Мерчик, Мерчик, Мерчик. А потом, таки, знаешь, спустя 5 минут. Едем, короче, в Днепр. Едем в Мари-Вальбольд. Да, вот он, ОСА. ОСА-3, Р-ка поехала. Так, и крышек нет. Это Р-2. Да. Люботин западный, да? Да, Люботин западный. Погодумываю, чувствуешь, дизелька запахла. Погодуху. Да. У меня все, как обычно, на соплях. Все мои подписчики любят мой колхоз. Съемка. Что, у тебя не сядет этот салфет? У меня же с собой пауэрбан. Да, вот я тоже. Я просто иду по такими объемами снимать, как ты. Я снимаю по максимуму, а потом вырезаю все, что на телевизоре. У меня, да, все колхозно. Смартфон, камера. Никаких. В колхозе собирали. Уменьше, да, нету никаких держателей. Вот я сейчас вижу блогеры. Стабилизатор. Стабилизатор такой, знаешь, в руках держишься, снимаешь красиво, вообще четко. Мой стабилизатор, мои руки. Самый надежный стабилизатор. Да. 0 гривен стоит. 0 центов. Где-то реально там построили. 4 километра дома. То есть, это чего, я опять что-то не тут поставил. А, надо будет встать, потому что я поставил центр города, а нам же железка будет. Потому что мы едем уже, вот сколько, мне того магазина даже нет, как-то вообще. И поездить с Венисом. Как они тут вообще живут. Ох, оу, ну что, оу. Дети за рулевыми вообще. Оу, ну что, конец дороги. Конец дороги попадет. Просто я комментирую. Идея там, это, боготутовский район, Гарьковская область. Я так понимаю. Мы же из области их не выезжают. Ну да. Не, вообще как бы далеко. Чтобы выехать. О, вот это мне уже напоминает дорога, как я ездил, это самое, зимой. Ох ты, где мы были вместе? В Казанке. А-а-а. Да, вполне себе. Кстати, из Кривого Рода нормальная дорога вот в сторону, вот даже новая дорога в сторону Николая, там, сколько километров уже не было. 40, 30 или 40, едешь нормально, вот сейчас нормально, а потом треш-то. Вот так, наверное, надо будет сейчас переориентироваться. Как в железку уйдеть на этом самокарте. Чтобы принялись все получили. Это кусочек нормальной дороги, там, фу, да, поехали за населенный пункт. Ага, вот продукты, свежее мясо и салон. На обратном пути сейчас мы все-таки приедем. Я все-таки хочу, чтобы, знаешь, такое местечко найти, чтобы нормальная камера спокойненько поставить. Ну, фотоаппарат, если это что-то типа. Чтобы ты стал в одном месте, я в другом. В рации я взял. Ну да, да, все правильно. Вот акцент, вот уже, вот, где-то железка. Сейчас надо будет встать посередине железки, чтобы вообще уходить. Тут они железка дели. Герчики в этом. Те, знаешь, собрались снять железную дорогу, а в итоге сняли транспортный блок. Транспортный блок Харьковских окрестностей. Меняем формат, товарищи. Ну, это явно в центр. А вот эта трасса пошла куда-то. Да, ну там вообще все любитые. Чисто. Игорь. Я мою ушку на тетю. Сейчас я, короче, стану иначе заедем. Так, зато какой лес. Так, Google идет нафиг. У меня есть Кососман. А вот, тю, так мы рядом. Короче, короче. Сейчас поворот налево. Дорожка направо, вот же. Давай, короче, вот до туда доедем. Осмотримся там, откуда там профиль. Куда там, вверх-вниз она идет. Тоннель есть. Ребята, конечно. Лучше понять, где он там на разгоне. Надо разгонить. Но скорее всего со станции будет на фон. Скорее. Короче, переедем туда, сюда чтобы не выходить. Ага, вот она, электрификация заканчивающаяся. Ну, тут неинтересно. Можно, конечно, на зуме поставить вот здесь входик. Ну, я бы не сказал, чтобы прям, особенно возле этой базы стоять. Да, смотри, кривая. И туда он, короче, будет, по идее, газовать. И на подъемчик небольшой. Да. Да, начнем, все правильно. Примерно едем. Сейчас я опять вести встал. Ну, я надеюсь, что подъемчик, ну, по крайней мере, похоже на что-то такое. Ну, тут вообще уже почти дороги не осталось. Не, по большому счету, кстати, мы можем ехать вот параллельно. А железка будет идти постоянно параллельно? Ну, мы всегда-то далеко заезжать не будем. Да, вот я же как раз рассматривал там этот вариант. Я не думал, конечно, тут. Такая там будет дорога. Ну. Это ж глубинка. Вот он такой. Все по-всякому может. Правильно ли я еду с той или иной стороны? Нет, ну, железка-то тут. Вот это да. Друга, фонтан. Искать магазин, и тут точно бесполезно. Сделаем чуек. Пока это самое. Пока будем ждать поезд. Время есть. Пристреляемся. Представляешь, спешишь ты на работу. Ездишь такой, блин, тебе нужно срочно в Харьков. А тут пока сделаешь хоть какое-то движение. Уже минут пять. Вот примерно такая и дорога была на участке Николаев. Там баштанка. Я по мнению там сейчас и делал. Там вообще и делал. Ну, в декабре уже доделал вот это. Какие-то минимумы остались. Второй слой положили. Короче, мы все перемажемся тоже сто процентов. Я уже вижу. Так, оно сейчас смотрится сюда. Смотрим, там тоже параллельно вылезет. Лучше, наверное, параллельно железки. Блин, тут, наверное... А, ты, насилие, блин, это потрясается. Нет, ну что, туда параллельно... А, вот железо. А, я думаю, параллельно дорожка будет какая-то. Уже не будет. Ну, думают, еду. Куда они едут? Зачем они едут? А тут машинка. Что за... Ну, не припетровскими номерами. Зачем. А, вот остановочный. Тут кто-то? Тут кто-то? И завязью. Нам обзарезать не надо. Все, я понял. Суть, короче, что оно параллельно идет. Суть, что оно... Я, ты знаешь, все-таки хотел выйти глянуть... Нет, мы тут, короче, перемажемся. Ты что, блин? Да тут как-то, да. Короче, я на этот назад сейчас знал. Еще мы выйдем за село, и вот там уже где-то. Притудим, слушай, блин. Я просто думал, тут параллельная дорога нормальная. А тут, видишь, тут еще можно. Да я тоже посмотрел. Блин, автопан третьей категории. Я надеюсь, это не платная дорога. Там на выезде ты не оплатил. Потому что приеду сейчас, кажется, не оплатили дороги. Сталин, ну, как-то проехали. Они подумают, блин, что шибы сюда шибы туда заехали. Абсолютно. Ну, чисто туда-сюда катаемся, вы же поняли. Ну, да. Ну, да, да, этих самых местных. Там местные, там, наверное, такие, так, шоу, а вон, и везде, да, вот. Взявы, продолжаем, вот по автобану, вторую категорию. Ну, вот это более скоростное. Ехать можно ехать, да. Ну, тут точно не сильно застрянешь. А там прям... Слушай, как раз мы экономим то время, которое мы могли бы просто на перегоне ждать. Там же скучно на перегоне, а тут посмотри, как весело. Сейчас подъедем под поезд. И все, вот так. Ну, не, у нас время будет запасом. В любом случае, ну, лучше запасом чем-то все. Ну, только через вот сколько-то метров всего заканчивается. Ну, собственно, нам дальше не надо будет. Я думаю, этого достаточно. Если что-то просто, ну, машину бросим и пройдемся. Там есть ли там куда-то, к примеру. Ну, тут кривая, например. Кстати, зигзаг. Надо еще раз глянуть расписание. Может, что-то я неправильно смотрел. Что, неужели вообще ничего в нем нет тут? Ну, утром есть на суммы. Ой, на суммы. На суммы. На спородина. Ну, короче, кто за управление. Дизель. И он приезжает и уезжает туда в 9-7. И все, получается. Дорога сильно получается. Короче, нам надо вот где-то здесь. Вот уже вставать. Там можно так. Вот застрять. Нет, под застрять. Там мы не застрянем. О, так. Категория автобанов. Жарится. Вот тихо. Понижается. Резко. Вот был знак окончания. Автобанов. Блин, мы тут перемажемся сейчас. Даже если поделать уже, чувствую. Короче, надо делать что-то делать. Ты знаешь, наверное, все-таки мы вернемся туда. Вот там, где мы поворачивали. Потому что мы третий раз будем проезжать, понимаете. Или все-таки здесь пойдем? А ты машину поставишь где-то здесь, а где-то здесь. Пробую сейчас пойти туда. И все, как что там пройдет вообще. Так. Типа так. Я же так. Давай, короче, просто выйдем посмотрим. Да. Лука, аккуратненько. Я предлагаю пока вообще ничего не брать. Просто посмотрите. Угу. Пишут, куда вы выбрались, блядь. Вы тут не проделали. Вы тут углубясь. Я себе серьезно. А может, если вот так вот, типа, по этим. Не прям по дороге. Не по дороге даже. А как не по дороге? Если железка близко, можно как раз до железки и от нее там пойти. Главное... Не совсем близко. Ну, метров 200 вот. Это никуда. Ну, вон она у нас за правом. А, ну, в принципе, за тем. А, вон она, да. Если вот так вот, смотри, вот так вот. Прямо и через ступлю. Сейчас примажемся, как чертим. Мы чуть не определемся. Ну, что ты такое знаешь. Ну, я так и думал. У нас то же самое. Наш автобан. Второй тут в горе. Ну, сейчас мы если повернем туда третий раз на эту улицу, я уже нас не пойму. Ну, я надеюсь, они там уже ушли. Да, да, там сильно. Да нет, там тоже гордило. Я же, ну, так подумал, что... Конечно, мы там, мы достанем. Мы еще так же самого все на перепаде. Душа мы, грубо говоря, выйдем на переезд. Ну, машину около переезда поставим. А. Выйдем на переезд и пошел. Ну, чтобы не пачкаться поменьше. Чтобы было не заезжать сюда. Так, так, стоп. Стоп. Не горит. 그래фar. Значит, Platinum. А, это подъездной. Нет. Три-металя. 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 Фу, а, много. Как-то многовано. Для такой... Мега-дрэфа. Короче, где-то, здесь сейчас проехал, и мы пойдем. возле остановки даже а прием магазин да у бога типа так для я пекут не про сама это дорога как она не вдоль пути мнение туда уж короче да ну в принципе все ой все подготовились остановились да идем к этим в принципе все надо единственно взять этот самый штатив ну да это питьевая это рация а отлично и штатив красный и и и и и и н и и и и и и и и Ну там 13.7 не будет у него, а сюда я даже не знаю, ну минут 20 не будет. Я сюжетку не смотрел, что-то мне не позвать. Ну накат тут нормально. Не пустой. Едет в одну сторону, по одному. Нагружено было раньше, так? Нет, только накажешь. Накат с обеих сторон, даже виднеется. Вот на подвезом нет наката, там хороший подъемчик. А тут выскочит из кривой. Это уже платформа, так близко. Знаешь, сейчас такой вот период, напоминает, будто мы сейчас собрались где-то в октябрь, конец ноября. Листва. И не скажешь, что сейчас март. Как раз электрификация закончилась за станцией Мерч. Мы двигаемся в сторону Смородина. Высматриваем хорошие участки для съемки. Может даже имеет смысл. Ну короче, вот доходим до той кривой. А там уже по ситуации. Если там зигзаг такой просматриваемый, хорошо, то еще чуть-чуть пройдем. Если нет, грубо говоря, на зуме вот этот подъем, он именно здесь будет набирать ход. Посмотрел направо. Ага. Пошла дальше. Вот где газ добывают. Нет, тут он выходит. Ого. О, смотри, да тут даже раритет какой. Ё-о. Свежий как же. Да блин, я думал там может что-то сохранилось из этого всего. Забросали говниной. 47 минут, я хочу. 20 минут управляться с гибетиной. А нам надо еще его дойти. Да, да идем. Ну, кстати, вообще камера у нас лежать. Ты молодец. Ты снимаешь. У меня на изготове. А то иногда, знаешь, против ветра идешь. Раз. Ага. Что-то едем. Потому что памяти как бы достаточно. Powerbank главное, чтобы был. Можно снимать. У тебя заряжает прямо параллельно, да? Да, да. А у меня, кстати, нет. Вот это я выяснил. Да? Вот я что-то думал, что он параллельно заряжает. Сейчас с тем, что садится батарейка уже когда. Ну, подсаживает. Время. Я думал, что он, ну, как регистратор, хотя бы поддерживает. Я говорю, нифига. Вырубается. А я, наверное, даже поставлю свою видеокамеру. У нее лучший зумчик. Я поставлю на штате. И максимально вообще приближу. Прямо крупная еда. Потому что вот аппарат у меня, ну... Ну, и на подъемчик. Ага. Все, что надо. Ты будешь снимать. Я ж буду, наверное, звук брать с тебя полностью. Угу. Угу. У тебя лучше пишет. У меня столько вообще, блин, задница полная. Ну... Ну, а она когда у тебя ветер, она как-то так делает, так... И забывает, да. И... Я уже делаю сейчас. Выключаю автомат. Звука. Спичка жуткая была. Хорошо отстучало. Он буксовал, что-нибудь. Знаешь, наверное, да. Давай выйдем, ну, как в кривую. Я думаю, что вот этого и достаточно. Потому что дальше все. Он будет разгоняться. Возможно. Возможно. Ну, как раз, да. Там и начнет стопорить. А не низко сильно. А ну, в принципе, смотри, если вот этот вот участок возьмем... Я только вот тот самый вот узкий. Да. И причем я потом его электронным способом через телефоны уже отдалю. И вот здесь вот мне провести его. Да, да, да. Ну, я... А фотик я тогда с той стороны стану. Ага. А что, пока как управлять смартфоном буду, вопрос? Сейчас подумаю. Ага. Там зеленый, да? Зеленый горит. Ну, точнее, он и будет гореть. А тут у нас желтый. Ничего не ожидать. Короче, вот здесь. Да? Да. Сейчас я подумаю. Давай я штук их резюму, чтобы не пачкать и выключить. Нет, там тоже прикольно, но эффекты будут здесь. Может даже... Имеет смысл немножко даже обернуться. Чуточку. Угу. Первый холмут. Перед столбиком. Ну, чуть ближе к столбику. Типа, чтобы было чуть выше? Чуть выше, что ли? Да. Я просто посмотрю, как оно у фотика. Ну, по большому счету, кстати, можно использовать... Короче, я все-таки фотик поставлю. Почему? Вот, смотри. Угу. Короче, как выборе, оно вот так выглядит. Очень неплохо. Но! Фотик настолько хорошее изображение, что можно сделать кроп. Это первый кадр. Угу. Второй кадр уже отдаленный. Вот. Футаж. Потом переходит на мою камеру, допустим, я там стою. Чтобы вблизи. Да. Зайти вот чуть-чуть туда, чтобы, грубо говоря, хвост его там снять. О, поставил один. Так. Так. Пока предварительно. Даже забыл, как оно настраивалось. Так. Угу. Я чуть-чуть... Чуть-чуть выше его. Сейчас буквально чуть-чуть. Я выключу. Ладно. Угу. Сейчас я взял. Наверное, имеет смысл. Да. Фотоаппарат где? Или ты здесь? А я? Или ты? Вот там, где пикетный столбик. Ну, я туда пойду. Чтобы ты ближе контролировал свою камеру. Ты там уже стоишь. Я сейчас стирацию дал. А, у меня уже есть. А, еще одна. Да. Потом уже почти отправляют. Все готово к съемке. Я не знаю, что чувствуется. Птички появляются. Частота... Нижний диападон. Ага. Только потом обязательно вот так ее поверни, чтобы выключить вообще. Иначе... Есть вот ответки. Это я сейчас что кручу? А вот, кстати, вот этой пометки. Так, а на их разговор можно настроить? Не-не-не. Частота должна быть. Давай я подключу на другую. А если просто... Оно идет крутить, вертеть? Да, ничего. Это громкость. Сейчас я подключу на другой диапазон. Значит, А, Б. Тэ. Оно и тут пшикает. Тут надо чистить. Да, нет. Эсквель нормально. Это от камеры. Точно от помеха. Не. Может какая-то несущая. У нас радио своем. Теперь это. Стерео прям. Работает. Едет. Раз, повернул. Включил камеру. Ну вот такой. 20 баксов. Ну ты ее тестировал? Ну конечно. Он берет наши станции местные. И что, даже прослушивал? Ну слышно только FM. У них там два вида связи. Короткие волны и этот самый FM. Так вот. Дежурный общается с локомотивом по коротким волнам. Не по этой рации. Я когда, например, работал, у нас тоже рации были. Моторолы. Моторолы. Да, 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 да. Еще такие, знаешь, глимы, то либо крышки задней нету. Как никак. Атомулятор нет. Так, ну сбоку. Грубо говоря, минуту и. Ну так, постепенно хотя бы займем позиции и будем стоять. Так, ну я двигаюсь дальше. Занимаю свою позицию отдельно. Связь у нас по рациям. Он остается на этой позиции. У него зеркалка на штативе. А сам он перейдет еще в третий ракурс. Снимет уже с другой стороны. Тебя не слышно. Что я тебя и не вижу уже. А, вижу. Так, что тут у нас? В принципе... Ну, зеленый, что же, горит уже. Горит же? Ну да, горит. Главное, я едет, говорю, ты сразу щелк и включай этот самый. Чтоб оно помеху не наложило на звук. В принципе, я фотик уже включил, но... Так, я его сейчас буду включать, выключать. Ну вот, по идее, он в ближайшие 5-7 минут появится. Уже 28 минут. Может, еще чуть дальше пройду. А если за той кривой еще чуть дальше подойди к тому зеленому светофору? Ну, время есть. Я же тебе скажу. У тебя все равно будет секунд 20 реагировать. А теперь ЛП не видел сейчас? ЛП? Не, не вижу. А, ну смотри сам. То есть пройди. Пока тишина. Я смотрю в обратную сторону, даже у меня тут красивее получается, если бы я снимал. Но навстречу вряд ли ему что-то поедет. Тут только облачка хорошо смотрится. Ну, конечно. А там под солнцем. Но тут желтый. Ну, красный на входном. Еще что-то нет. На входной желтый. Ничего не будет. Оттуда? Едет. 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 Так. Так. Едет. Я сейчас смотрю на Sensate Catholic. Увидимся сейчас. Н expresses меня Wit call. Увидимся- geç senin чутки. Увидимся. Увидимся столетом. Да, так. Увидимся. 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 Увидимся –ART- ну в принципе отлично просвистел он хорошо и задымил надеюсь вячеслава там вообще прекрасная картинка получилось в два ракурса есть 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 включаю да у меня он тоже хорошо проехал тут бы еще конечно ну посмотреть как она на компьютере выглядит хорошо ну вот так вот как сами видите прекрасно вышло возвращаемся обратно здесь может быть может быть маленький шанс что что-то еще по вот этому пути проедет у нас как раз времени чтобы дойти обратно до машины если будет что-то ехать снимем если нет то отлично сняли поезд на перегоне перегон по моему мерчик максимовка если я прав если нету конечно же магия монтажа все исправить в этом плане классно прошу стил просвистел да посмотрим на 33 видео не можно увидеть бесшумный то есть сильно было не но ветер все равно так тихо просвистел но это типичные тапки я вспоминаю как мы снимали когда-то интер сити на перегоне николаев горохов как так просвистел быстро возвращаемся к машине обратно в любопин там магазинчик перекусить возьмем вроде все рядом а грубо говоря мы там пока магазин туда все когда вернемся на железо уже будет 3 нас там есть сейчас побродим тебе домой не дам обновляем базу фотографий платформ это что у нас там впереди шпалы что ли база а тут что у нас посмотри накат есть идем машину я бы не сказал что холодно прямо тут начинается контажка постоянка на харьков потом она обрывает в принципе на станцию заходить не будем здесь уже пока нечего ловить о слышишь там эрка стоит а я не они просто даже номера не видно в принципе да вот за два часа ничего не проехал ну кроме того на пдс движение харьков ужгород едем на развилку где как раз этот участок уходит сюда на мерчик то есть вот это дизельная линия на смородину и это 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 металлопаза какая то это не это не связано Продукты налево, а не поедем, а не поедем на дороге. А вот они будут, сало, мяты будут проезжать. Сало, мясо. Не, нам надо чипсы. Чипсы у них нет, да. Тут жилье, пожалуйста, бесплатно. В принципе, вовремя мы все приехали. Если бы немножко, там, минута двадцать позже, то уже... Уже и не занимали места. Да, не в том бы месте стали. А так и прошлись. Выбрали спокойно вырежать. Там, смотри, многоэтажки будут. Оазис. Да, такие депрессивненькие. Стоят себе так на пустыре. Отдельные сутки. Я, конечно, вообще не смотрел, что там было. Электро, поезда какие-то. Хотелось бы, конечно, интерсити. Я сейчас гляну. Да-да, надо смотреть, подожди. А как ты посмотришь? Произдата, Балибутин. Они, ну да, все останавливаются. Они же не все останавливаются. Да. Большинство даже не будет останавливаться. Это Харьков надо. Полтава смотреть вот так. Полтавская, например. Ну да. И то Полтава там какая из них. И южная. Да. Наверное. Ну да. И качки. И... Сейчас потросят и трусим. Сейчас потросят. Нет. Неси. Нормально. Я думаю, что цели. Старый мерчик закончился. Может, натикок и кресты ставить в начале, в конце. Ну, типа защита, я не знаю, защита автомобилистов. Ну, ты сейчас выехал из защиты или заехал в защиту. Я не знаю. А, хорошо. А посреди защиты? Типа нет. Ну да. Или там другая защита. Не, мне кажется, это на выезде, чтобы типа вот участок предыдущего до следующего. Типа стыкование. Да. Стыкование защиты. Ну, я в этом не разбираюсь. Жалко. Надо у кого-то спросить. Знающего. Я уже еду. Знаешь, ты слышишь или нет? Я слышу даже, как тут турбинка сбрасывает. Знаешь? Не слышу. Ну, тебе хуже, наверное, потому что я ж привык уже какой-то. Ох ты, тут какие-то заплетения, короче, направо. На лево. На лево. На лево. Решили запутать капиталь. Стык, мерчик. Стык. 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 Святой. Старый. Стык. Стык. А может, это они хотели станцию указать? Так сказать, да. А, да. В этом, в Казанке как есть. Станция типа. Так. Плавный для лево. На лево. Да, да, да. Болтава 104. Киев 446. В принципе, это. В 45 и в Киеве может быть. Все ряд. Тепр рядом. Полтава. Тарьковский район. Если кто забыл. Да, где мы находимся. Усталось 6 километров. Ой, ее и начинается тут. Ремонтирован. А это ремонтирован. Не забывай. Тут же ремонт был, когда мы ехали. Что-то оперативно делать еще. В честь и холодно. Лучше всего, когда полностью дорогу сделать. Вот эти вот ладки, они же тоже типа, ты по ним потом скачешь. Это чисто мнение человека, который не водитель. Да, ну в принципе, мы почти приехали. Опять-таки, это же мы приезжаем уже на железку. ТАКБ мы не видим. Ну, по большому счету, кстати, мы можем машину поставить вообще около железки. Сейчас я заведу этот самый. Я вообще этот термоз поставил. Чай попьем. Ну, уже немножко утолит этого чайочка. А-а-а, она вот по той дороге, короче, впитая, я так понимаю. Ну, ехать придется. Мне, конечно, она не очень нравится. Опять какие-то бедры. Вот эта дорога, конечно. Ну, вот она зато прямо рядом просто стоит с этим сном. К сожалению. Далеко не ходить. Понятно. Как все любые. Конец хорошей дороги. Да, опять автопон. Вот это еще первая категория. Покрытие явно оно видно. Видно. Да, вот покрытие и заканчивается. Первое, приходящего второго. У нас сегодня такой влог проверки дорог. Харьковских. Ну, это не Харьковский, но это идущий параллельно. ЖД, прям уж совсем параллельно. Параллельно в Топановках. Не поводит. Ну, они пересекают или зигзагом ведут. Приходится так ездить. Ну, чтоб далеко не идти. В железном смысле. Ну, тут, конечно. Дырчик. Да, прям от железки. Только платформа с той стороны. Стабилизация пока. Привет стабилизация. А вот уже один. Фермы видно. Немножко. Чуть. 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 Чуть, конечно, тут бесы ходили. Кто. Бесы. Бесы. А, бесы. 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 Да, я помню. Да, как раз и на перегоне Смородин с места. Да, да, да. Я ездил на Смородину, а то я был именно в Харькове и только сюда поехал и ничего дизельного, кроме этого Песа, не было вообще. Куча всяких там чего угодно. Но дизельного не было. В общем, Песа шла резервом на Смородину. Долго еще не выпускали на главный ход, она стояла, где-то фотка есть. Мы когда в восемнадцатом году снимали, было нормально, грузач проехал 116. Мне тоже, мне тоже один, когда я на Смородину ездил, мне тоже один грузак попался. Один я пропустил, один попался, один я пропустил. Резервом тогда 116 я снял, этот самый, и куча Песа было. ДЭК-70 под пригородом, ДЭР-1. Но это чисто фото, я тогда видео не снимал. Еще до камерной времени, до видеокамерной времени. Только фотки были. Но видео интереснее. Видео интереснее. И звук, и... Фото это для красоты. Сделай такой красивый, может даже качественно распечатать, календари сделать. Ну да, если классное освещение, допустим, если там... Уникальный один такой кадр. Что-то тогда... А так, основка же видео, она более... Что-то я не выходит. А, ну-ну-ну, да. Ну, короче, это здесь надо пустать. Ну, уже круже даже. Слушайте. У меня... Да, смотри... и тут вообще люди есть каждый день там я вижу станцию о не только мы есть как раз вот это я говорю прямо сюда о ну что выйдем осмотрим сели чаек или вообще можно стекать на подожди я его если включу то получается что машина как бы открыт ну а сейчас мы внизу в принципе он тут рядом пришел о пошел через систему сейчас надо высадить температуру 80 достаточно она кипяченая пошли выйдем посмотрим так ключ короче здесь все открыто тут проветривается неплохо ну тогда когда я здесь был просто такой движ был нереальный я что-то не помню это так платформу обрезали или что я помню она платформа была сплошная это могла быть старая это скорее все даже саня подожди ну я не помню короче может быть оно так и было а я короче тогда здесь стоял стоял снимал снимал и потом мне это все надоело я пошел вот туда там к толпе был но он далеко отсюда даже на камеру не видно мужик думает что мы тут стоим как можно украсть ой украсть как снимаем да не ж как ты знаешь не идей никаких наших грузов да без фанатизма как есть я могу встать дальше я с этой стороны это и я не Снимаем и идем пить чай. Да, перевели таки стрелку, прикинь сюда, прикинь, уникальный путь, я наверное, давай короче расходни, ты будешь здесь снимать, а я как она со стрелок туда, я в ту сторону таки встану, чуть-чуть вот туда, да. А, то есть он что на той дебильной платформе останавливается? Да, но в той картышке она останавливается, перед ней. Хренеть. Вот поэтому, кстати, ее видно и продляли, вот эта платформа основная, а тут уже потом, видимо, доделывали. Требой из Дома, Чита, пробуя на древу поле, а вот другой из Дома, Чита, пробуя на древу поле. Требой из Дома, Чита, пробуя на древу поле, это не так, что это не так. Требой из Дома, Чита, пробуя на древу поле. Полский лайфтаров Требой из Дома Чита, пробуя на древу поле. Задай без inom в Code 7 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...